30 октября друзья мои становится холодно но мы не теряем надежды так что сейчас пойдем на знаете чье болотце проверять я знаю что подосиновички на этом болотце не сдаются до тех пор пока у них и ней на шляпах блестеть не начинает ну пока мороза не было но обещают этой ночью будет такой холодный холодный гриб уже я знаю что вам интересно конечно смотреть на то как собирают белые грибы и поэтому я обещаю сегодня заехать на полянку белых проверить что там несмотря на то что уже холодней на улице сегодня солнышко на небе присутствует отчего очень радостно на душе а еще радостно на душе от того что попадаются такие молоденькие ну как тут не радоваться кстати вот что то есть что то есть в этом году мы их готовим по-новому мы их вернее матушка моя будет солить ну уже часто но конечно засолила как-то как-то по-особому с чесночком я уже в предвкушении как это будет вкусно с картошечкой какое все таки счастье если у вас есть возможность побывать в лесу в будний день когда тут минимум людей почти никого нету вы если даже вдруг так получится ничего не найдете вы хотя бы отдохнете душой у вас будет возможность погрузиться свои мысли что-то обдумать важное успокоиться смотрите я бы их назвал не красноголовики а бордово головики по сути дела в это время года они попадаются мне именно таким цветом шляп трудно залезть поэтому буду сейчас обходить вот этот куст а пока буду обходить вот этот сейчас сорву вот этот бордово головик прилетела птичка и орет на меня так ну с этой стороны попроще к нему залезть вот он какой красавец красивый некоторые из моих зрителей говорят пишут мне зачем ты выставляешь видео где ты находишь так мало грибов вот то ли дело у нас я уже заготовил даже на продажу приготовил а ты а я друзья просто делюсь с вами своей радостью хочу подчеркнуть вам эту красоту это чудесно природа все таки творит волшебство а к тому же не так уж мало грибов я собираю мне моей семье хватает еще и поделиться могу с кем-то из близких лезу на карачках за этой красотой она стоит того сильно большими им тут вырасти не дадут они не нужны большие сильно теперь это твой дом совсем уже не осталось листочков на осинах они все на земле служат укрытием для нашей добычи подосики вон один застенчивый стоит ну от кого мы тут прячемся посмотрите у него даже ножка имеет бордовый оттенок красавчик молодое оно завжди гарнише старого кстати те подосы огромные которые я вам показывал в прошлой серии были просто большими но не старыми старые мы оставляли я брал подосы у которых губка так называемый гименофор белого цвета они были не червивыми но все таки один из комментаторов в фейсбуке меня рассмешил он написал пусть пацаны собирают кушают будет кому споры по лесу рассеивать так что мы с Лехой теперь друзья грибов принимаем так сказать не последнее участие в их размножении ох ты из под веточки оп опс это космонавтик в скафандрике стою общаюсь с подосиком чувствую на себе чей-то взгляд прямо здесь ухо чьё-то опа есть красавец вот этот еще красивее оказался оказался а сейчас мы переходим к более интересному к элите подосиновичной сейчас покажу так пока двоих вижу вот видите прямо возле водички даже мышь их не трогает их не трогает какой красавец а там из под корней будет тяжело его достать вы знаете в такой ситуации возможно вот видите отломал это нормально так и должно быть не должно было конечно быть чтобы нож отломалась но тут ничего вон еще вижу малец торчит мы его попозже заберем сейчас эти порядок приведу в общем то тот самый маленький он тут он тут самый недоступный сейчас пойду обходить а там их два вон еще так пусть корзинка тут подождет а мы потихонечку обходим кущеряки так с этой стороны можно же их и не увидеть хотя с этой стороны я вижу даже еще один их тут оказывается три посмотрите один два где-то тут третий а три один два три ну что полезли один так далее второй третий тоже скатался под крышей из муха а вот он а вот он красавчики мои у нас проблема я не могу вылезти фух с мокрыми коленками с мокрыми коленками зато с грибочками с грибочками посмотрите они все одного возраста это говорит о том это говорит о том что мною вовремя производится уборка урожая с завидной точностью и периодичностью раз в три дня вот 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 пожалуйста трехдневнички вы знаете ножки в резиновых сапожках подмерзают вот какой грудничок какого грудничка еще как грудной ребеночка его спрятали листики а их тут двое два братика а может быть братец братец и сестрица я вас возьму и возьму вашего старшенького пора друзья мои а иначе этой ночью мороз вас убьет так передавали синоптики и ваша жизнь будет бессмысленна а так то вы помрете во имя человечества ведь зарплата уже совсем близко а это значит а это значит что пришло время питаться одними грибами в позапрошлом ролике вот именно в этом месте я буквально на ходу открывал грибы потому как за мною шла женщина преследовала меня и я чувствовал как ее взгляд прожигает мне спину она не искала грибы она наблюдала за тем как я их собираю и не отставала от меня ни на шаг после чего на вот этом вот участке она совершила маневр опережения нырнула передо мной вон в те кусты в общем то потом я ее оставил бездыхавной так сейчас тут что то красивое но она такое прямо из под веток есть подосечек трехдневненький мой ненаглядненький я знал когда за тобой прийти вот я и обошел свое малое болотце таким результатом да немного но все просто на весь золото какие красивые ну вот поторопился я вам сказать что я его уже закончил обходить еще немного прошел смотрю а тут вот такой приятный трехдневник который вам тоже улыбается оказывается еще один сидит ждет того же возраста необыкновенной красоты явно погорячился преждевременно прощался вот этот вот он уже не трехдневный он постарше вот этот красавец видите я просто отдалился немного немножко от самого болота от самой ямы они то уже начали дальше расползаться ну как разве ж это не достойно приятного комментария друзья я вас прошу это помогает развитию канала и помогает мне как человеку просто вот душевно приятно выхожу вот на место возможного произрастания белячков решил пососниковать вышел в сосны так хочется найти беленького так что-то я уже вижу сейчас посмотрим это скорее всего помасленок в принципе тоже неплохо ну а теперь я все-таки поделюсь с вами радостью здесь на этом месте где я вам и говорил вылазит два два сразу белячка да они еще подростки но ценности это им не убавляет красота какая вот все-таки белячки пошли пожалуйста он сыроежка хрупенькая хрупенькая дамочка ну тут бугорочек тоже кто-то в нем спрятался я уже подозреваю кто это это наш беляшоночек да так и есть отправляем его к нам в сокровищницу а какие здесь шикарные маслята кто-то попропускал вот видно срезал это даже кто-то его сбил просто ногой ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй можно сказать белом мы видим белый очень красивый очень дорого смотрится если стени на него смотреть когда его на свет выносишь нежный цвет латте или латте как правильно сокровищницу вот бугорочек кто-то выглядывает это же его величество беляшонок цесаревич сегодня ветрено так и это мне не очень нравится смотрите тут кто-то бесчинствовал а чего-то тут кого-то оставили а кто это это какой-то пластинчатый я его брать не буду похож на то что называют валуй белячки растут преимущественно сейчас в соснах где есть дубки ну как и всегда в принципе вот эти места вот эти места вот 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 такой бочоночек вот 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 сейчас пойдем с вами еще на одно не менее продуктивное место вон вон бегут люди а я хочу успеть обойти методично следующее болото гриб то каждого ждет свой но его то могут и забрать и вот сразу же сразу же зайдя меня встречают вот эти вот прекрасные товарищи вот такие товарищи маслюковичи меня встретили начинает теплеть уже на улице уже радостнее становится а еще радостнее становится когда мы видим вот таких вот вот они ах такие грибочки отлично просто просто класс вот они меня дождались а приди я позже дождались бы они другого наверное так в корзинке они будут смотреться не менее круто у какой красивый иди сюда не стесняйся чтобы стать звездой моего ролика не обязательно спать с его продюсером хоть ты и красивый правда же маслятки полежи-ка тут потому как далее я вижу настоящие звезды моего ролика торчат друзья посмотрите я давно такого не не встречал я вернее никогда такого не встречал чтобы 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 подосы таких размеров росли так кучно посмотрите ух ты ух ты они они объяли эту веточку ну ничего я ее освобожу видите ни с какими корнями я их не вырываю я срываю исключительно плодовое тело как это вообще возможно тут же на выходных такой беспредел творился не понимаю каково а быть таким счастливчиком как я корзинка наша наполняется домой иди совсем не хочется проходим с вами дальше друзья и видим еще один красавец стоит ну очень очень надо ж какие модные прически у этих кочек какая красота ага нравится мне тоже сейчас планирую пойти вон в ту рощицу только вот только вот зашел я сюда и вижу такой соблазнительный огоролочек тоже ну комор вонючий смотрим дальше здесь свои последние минуты провела змея и вот на осяянном солнцем болоте вот такая краса только его тоже как то надо достать по моему я нашел подход вот ага 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 солтая нога добро пожаловать домой грибочки несмотря на то что здесь солнечная сторона он совсем не выгоревший красивый насыщенный цвет его шляпа и полнота его ноги не забудет со мною никогда класс я преодолел много километров мы смогли встретиться мой хороший и так вылазим из болот масленочек что ли да прекрасный вот я вылез из болота и тут поднялся такой ветер холодный я так думаю пора уже идти к машине вот по моему на сегодня я набрал достаточно нагулялся по такому прекрасному лесу пришло время сказать мне вам до свидания до новых встреч очень рад буду прочесть ваши комментарии каждый комментарий я читаю спасибо вам за теплые слова а также любую критику я воспринимаю нормально не стесняйтесь пишите ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал до новых встреч так вот друзья уже с вами попрощался а сам думаю дай зайду еще туда-сюда таки я нашел еще красоту полюбуйтесь настоящий красавчик вишенка на тортик